Приемная кампания вузы продолжается, отбор абитуриентов будет достаточно серьезный, ведь желающих поступить немало. А вот много ли молодых людей желает стать юристами? Об этом поговорим с гостем. У нас в студии Евгений Сергеевич Аничкин, доктор юридических наук, директор юридического института Алтайского государственного университета, заведующий кафедрой конституционного и международного права. Здравствуйте. Здравствуйте. На сегодняшний день много ли уже подано заявлений в ваш институт? На сегодняшний день подано порядка 1400 заявлений, но учитывая то, что некоторые заявившиеся в качестве первого приоритета указали не наше направление подготовки, а направление подготовки, которые в других институтах представлены. По людям это порядка 400 человек, которые первым приоритетом указали именно те направления, которые в нашем юридическом институте. Ну и, конечно, в основном это пока те, кто желает поступить на направление подготовки юриспруденция бакалавриат или на специальности, которые у нас есть. У нас две специальности — судебно-покурорская деятельность и правовое обеспечение национальной безопасности. Вот в основном это порядка 700 заявлений на бакалавриат сегодня и порядка 500 вот на эти две специальности. Остальное все — это те, кто желает поступать в магистратуру, аспирантуру. Мы ожидаем, вот завтра будет вручение дипломов нашим выпускникам. Порядка 210 человек получат дипломы. И вот мы ожидаем приток заявлений в магистратуру, аспирантуру после 10 июля, когда наши выпускники пойдут к нам для того, чтобы получать более высокий уровень образования. Максимальное количество институт готов принять сколько, ребят? Ну у нас, я сейчас вспоминаю, что в целом план приема вот на этот учебный год по всем формам обучения составляет порядка 550 человек. Мы это количество готовы принять. В общем-то, эта цифра средняя, которая в последние годы и была по факту приема. Дело в том, что вот набор, он бывает бюджетный, бывает внебюджетный. Бюджетных мест у нас немного традиционно, хотя в этом году их побольше, чем в прошлом году. А внебюджетный набор у нас достаточно большой. Но если мы видим, что та цифра, которую мы планировали, уже набирается, то есть количество абитуриентов, желающих, достаточно большое, тогда мы можем ходатайствовать приемной комиссии об увеличении плана приема по доп. набору и взять еще больше желающих, кто будет обучаться на небюджетной основе. Ну вот вы уже заговорили о бюджетных местах, их очень мало сказали. Так сколько этих заветных мест? Если как бы конкретно, их всего на этот учебный год 69. Из них более половины, 36 мест, это бакалавриат. Направление подготовки, юриспруденция, бакалавриат. 31 место по очной форме обучения, это больше заметно, чем в прошлом году, почти в два раза. И всего 5 мест по вечерней форме. 36 мест, это бакалавриат, юриспруденция. Затем 4 места, это специалитет. Ну вот 3 места на судебно-прокурорскую деятельность, причем они целевые. И одно место на правовое обеспечение национальной безопасности. Итого 40 получилось мест. Далее 25 мест бюджетных в магистратуру. 11 по очной форме и 14 на заочную форму. И оставшиеся 4 места, это аспирантура. Она у нас только очная. Лучше 69 мест получилось. В прошлом году было порядка 45 в целом, круговую, бюджетных мест. В этом году их количество увеличилось. Ну и естественно, они будут, эти места заполнены. Там, наверное, и бешеный конкурс на эти места. Да, в основном это олимпиадники, целевики и льготные категории абитуриентов. Институт пользуется популярностью. Мы в начале беседы с вами об этом до записи говорили. И не только у местных ребят, но и иностранных. Вот на сегодняшний день кто уже подал заявление? Вот на сегодняшний день порядка 20 иностранцев заявились уже. Институт из 4 стран. В основном это Казахстан. Насколько я помню, 14 человек из этих 20, это именно граждане Казахстана. Ну а так, несколько человек это Китай. Один человек из Узбекистана, один человек из Туркменистана. Что касается граждан КНР, в общем-то для них востребован уровень магистратуры и аспирантура. Вот в прошлом году у нас хороший прием был как раз граждан из Китайской Народной Республики. У нас даже есть специализированная магистрская программа, которая как бы адаптирована для приема иностранцев, для обучения иностранцев. В основном это граждане КНР. И вот мы на эту программу зачислили порядка 10 человек в прошлом году в институт. И порядка 10 граждан КНР в аспирантуру зачислили на разные научные специальности. И в этом году я вижу, что у них интерес к институту, к Алтайскому государственному университету не ослабевает. Ну и если говорить о наших ребятах, о местных, приезжают не только с сел, но и городов, да? Мне просто любопытно, почему вы говорили Новосибирск учится у нас, что в Новосибирске нет подобного заведения? Ну вы знаете, тут дело в чем. Традиционно мы принимаем абитуриентов, мы зачисляем, они становятся студентами. Не только те, кто живет в Алтайском крае, в городах или там в муниципальных районах Алтайского края, но и в других регионах. И вот уже традиционно несколько лет очень большой приток абитуриентов идет из республики Алтай. Ну причина здесь простая. Там только один вуз, Горно-Алтайский университет. Там есть далеко не все образовательные программы, которые пользуются спросом у абитуриентов. Ну небольшой регион, соответственно, небольшой университет. Но кроме республики Алтай, республики Тыва, причина такая же, есть немало абитуриентов из Кемеровской области, из Новосибирской области. И дело здесь не только в том, что там нет вузов. Там, конечно, есть вузы, есть соответствующие образовательные программы. Тут вопрос где-то и стоимости обучения имеет значение, потому что у нас как бы несколько дешевле. Мы вот здесь тоже очень, так скажем, так осторожно и взвешенно относимся к определению цены за обучение. Там цена, она выше. Плюс ассортимент образовательных программ имеет значение. Вот, например, мало кто вообще в Сибирском федеральном округе ведет прием магистратуру по семи магистерским программам. В основном это три от силы четыре магистерских программы юридических институтов, в том числе Новосибирской области, Томской области. Мы ведем прием по семи магистерским программам, ну по разным формам обучения, но тем не менее. Это очень широкое предложение на самом деле. И это тоже фактор, который влияет на востребованность образовательных программ именно нашего института, в абитуриентах из других регионов. Ну я думаю, стоит об именно образовательной программе чуть подробнее говорить, если вдруг сейчас увидят потенциально абитуриенты из соседних городов, из соседних регионов, и захотят успеть, в общем-то, подать заявление. Давайте в целом об уникальности образовательного процесса именно нашего института поговорим. Чем он отличается качественно? Ну, конечно, нельзя там сравнивать, да, ну там Новосибирск или там вот именно Алтайский госуниверситет, но тем не менее, какие у нас есть фишки, так скажем, которые нас вот чем-то отличают? Ну я бы таких фишек выделил несколько. Первая фишка, наверное, что вот прежде всего, как бы, да, о чем хочется сказать, это действительно уникальный, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав нашего института. Это не игра слов. У нас в штате работает 8 докторов юридических наук и более 50 кандидатов в наук. То есть остепененность профессорско-преподавательского состава сейчас в институте порядка 85%. Вот в рамках Сибирского федерального округа мало кто может из вузов похвастаться вот таким профессорско-преподавательским составом. А ведь это же определенный залог высокого качества образования. Вот это первое, наверное. Второй момент. Это частично связано с тем, о чем я говорил уже выше. Это широкий перечень образовательных программ, причем программ разноуровневых. У нас есть и бакалавриат, как нижняя такая ступень в системе высшего образования, и специалитет, и магистратура, и аспирантура. Причем бакалавриат, он классический юриспруденция, просто общий бакалавриат, он есть во многих вузах, да. А вот уже специальности, уж тем более такие магистрские программы в таком количестве есть далеко не везде. Две специальности. Судебно-прокурорская деятельность, очень востребованная. И правовое обеспечение национальной безопасности. Семь магистрских программ. Причем у нас так сложилась такая традиция, что шесть кафедр в институте. Каждая кафедра разрабатывала, разрабатывала, реализовывала и продолжает реализовывать свою профильную программу магистрскую по профилю кафедры. И плюс есть еще одна у нас программа, которая адаптирована для иностранцев. Правый бизнес в России, вот куда как раз в основном китайские граждане как бы поступали и поступают. Вот семь программ. Причем они по разным формам. И есть программы, которые по очной форме, есть которые по вечерней, есть которые по заочной. А есть программы, которые дублируются. То есть одновременно набор ведется и по очной форме, и по заочной. И плюс у нас аспирантура. Вот из пяти специальностей научных, которые в принципе в России есть, мы набираем по четырем специальностям аспирантуру. Предложение очень как бы такое широкое. Вот это второй момент, который я бы назвал привлекательным действительно для битвариентов. Третий момент немаловажный. Это практикориентированность вот наших образовательных программ, нашего образовательного процесса. Причем это несколько составляющих. Это, во-первых, контент определенный в рамках образовательных программ. Ну такие востребованные практические модули. Во-вторых, это определенная инфраструктура, которая у нас имеется в институте. Это и сеть лабораторий криминалистических, их несколько. И полигон криминалистический. И юридическая клиника Фемида, где студенты практикуются в том, чтобы работать с клиентами, давать консультации, разбираться в законодательстве. И центр правовой помощи, где на возмездной основе юридические услуги оказываются у нас. Ну и, конечно, еще одна составляющая вот этой практикориентированности – это широкая партнерская сеть. В лице органов государственной власти, ну прежде всего органов правоохранительных, органов местного самоуправления, юридических корпораций, с которыми у нас тесные деловые отношения. У нас сейчас порядка 30 баз практик существует. То есть это места, где студенты могут проходить практику. 25 в Алтайском крае и 5 в Республике Алтай. Все это закреплено соответствующими соглашениями. Так студенты-то, соответственно, достаточно легко трудоустраиваются по специальности. У нас в прошлом году мы делали запрос в пенсионном фонде Алтайского края. У нас уровень трудоустройства был по итогам прошлого года 82% в Алтайском крае. Но учитывая то, что некоторые выпускники ведь в других регионах трудоустраиваются, просто у нас нет точных данных, сколько именно. Но реальный уровень трудоустройства порядка 90% по специальности составляет. Это очень высокий показатель и он очень привлекательный для сегодняшних абитуриентов, потому что не задумываются над тем, где они будут работать через несколько лет. Абсолютно точно, потому что без опыта нигде не берут, а тут уже получается мало того, что дипломированы, еще и уже с опытом. И вот эти коммуникации с будущими работодателями, они в рамках учебного процесса налаживаются еще, в рамках реализации образовательных программ. Ну и, наверное, я бы еще одну такую отметил фишку, как вы говорите. И это тоже, на самом деле, очень важно для студентов уже. У нас очень высокая сохранность контингента, свыше 95%. То есть, иными словами, мы достаточно редко отчисляем. Мы даем возможность студентам ликвидировать свои академические задолженности, причем это все делается достаточно гибко, в рамках таких пространных сроков, когда есть возможность действительно эту задолженность ликвидировать, для того, чтобы студент завершил обучение и получил свой диплом. То есть, это высокая гарантия стабильности образовательных отношений, его, собственно говоря, получение диплома высшему образованию. Щадящее отношение к студенту, бережное отношение к контингенту. Это тоже момент, на самом деле, привлекательный. Главное, чтобы этот студент не злоупотреблял вот этими добрыми вашими отношениями. А то и так поставят, скажет он, и пошел дальше себе гулять. Лучше бывают всякие, но, тем не менее, стараемся. У нас эфирное время, к сожалению, к концу подходит. У меня вот такой крайний вопрос. Были времена, когда вот как-то повсеместно, ты куда идешь? Я в юридический, это было стильно, модно, молодежно, там, учиться, в общем-то. Сейчас вот эта волна прошла, то есть есть какой-то дефицит в грамотных именно ребятах, или, в принципе, ну, как бы вот год от года, ну, набираем, и всегда неплохие есть студенты. Вы знаете, в принципе, у абитуриентов в целом, если говорить, интерес к юриспруденции, к образовательным программам юридической направленности, он не утрачен, он есть. Может быть, он не на таком пике находится, как, допустим, 20 или 30 лет назад, да, но мы традиционно каждый год достаточно успешно набираем в институт. Вот. Другое дело, что сейчас появляются новые интересные, конечно, специальности в области IT, допустим, да, вот новых каких-то перспективных рынков, скажем так, да, которых не было раньше, и, безусловно, абитуриенты на это еще обращают внимание. Но в целом интерес остается, интерес остается, потому что абитуриенты прекрасно понимают, что это будет устойчиво востребованная специальность, это будет высокая конкурентоспособность на рынке труда, ну и, собственно говоря, залог нормального такого профессионального движения по жизни. Поэтому как интерес был, так и он остается, с разными вариациями, как бы, да, и, конечно, каждый год, безусловно, мы берем хороших ребят, есть хорошие абитуриенты, где-то их, и студенты потом, где-то их, может быть, меньше стало в общей количественной массе, потому что достаточно большой у нас план вне бюджетного набора, как бы, да, вот, а туда, по сути дела, принимаются те, кто не имеет отрицательных оценок на вступительных испытаниях, по большому счету. Конечно, они сравнительно более слабые, чем те, кто поступает на бюджет, имеют высокие баллы ЕГЭ или являются победителем, призером Олимпиады, но это в любом институте так, на любой образовательной программе, мы здесь не оригинальны, потому что люди разные, и уровень подготовки абитуриентов тоже разный. Кто знает, когда он выстрелит? В школе, может быть, учился не очень хорошо, а тут втянулся и понравилось. Работаем со всеми, конечно, с кем-то проще, с кем-то сложнее. Приемная кампания у вас заканчивается, как во всех вузах, 25-го, да? 25-го, да, если мы говорим про очную форму обучения, про зачисление на бюджетной основе, по очной форме обучения, это 25 июля, а кто на вне бюджета, они могут и позже подавать заявление, потому что там зачисление идет до 31 августа, получается. Ну, а прием на заочную вечернюю форму, он продолжается еще в сентябре, поэтому приемная кампания достаточно раздлительная. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Евгений Анечкин, доктор юридических наук, директор юридического института Алтайского госуниверситета, заведующий кафедрой конституционного и международного права. Продолжение следует...